Глава 85. В поисках палочки. Альбус улыбнулся своим мыслям. Все знали, что способность эквестрийцев превращаться в пони объясняется тем, что все они являются анимагами. Однако вот какой вопрос. А достаточно ли у эквестрийцев этих самых пони-анимагов, чтобы поддерживать обман? Неужели все они имеют одинаковый облик? Подобное сходство обликов в магическом мире казалось немыслимым, а немагическое обличие волшебников ведьм отличались разнообразием, а выбор был почти случайен. Возможно, что им помогал тот волшебник, как его дискорд. Несмотря на то, что атланты его, похоже, откровенно побаивались, мисс Эрити сказала, что они с ним дружат. Кроме того, и сам чародей заявлял, что ему больше нравятся пони, а не какие-то другие животные. Может, именно поэтому они решили назваться понями? Следующая мысль заставила Альбуса нахмуриться. Посейдон властвовал над лошадьми и водой. А не может ли этот дискорд быть скрывающимся под новой личиной и именем Посейдоном? И не согласился ли он помочь атлантам в их обмане? А может, он и был причиной того, что у всех атлантов анимагическим обликом был именно пони? Пожалуй, это предположение стоит потом еще раз тщательно обдумать. Сейчас все пони, кроме Молли, находились в стенах Хогвартса. И это означало, что на текущий момент Дамблдор мог контролировать поток информации. Это, конечно, не продлится долго. Слухи быстро поползут и за пределы Хогвартса, после чего начнут активно распространяться и мутировать, превращаясь в совсем уж фантастические домыслы. Но до того момента у него еще есть время, чтобы разобраться с ситуацией и попытаться извлечь из нее максимальную выгоду. Конечно, МКМ не одобрит то, что немалая группа магов и ведьм Атлантиды маскируются под маглов. С другой стороны, статут секретности однозначно требовал, чтобы маги и ведьмы, находясь в контролируемых маглами областях, вели себя как маглы. Чем атланты, собственно, и занимались. Да, они творили магию у всех на виду, но окружающие их маглы считали, что это лишь передовая технология, созданная пони, и никакой магии за ней не стоит, что отлично сохранило в секрете сам факт ее существования. А ведь это же просто гениально. И самое главное, такой подход позволяет спокойно взаимодействовать с маглами, при этом продолжая жить как маги. Дамбалдор покачал головой, восхищенной столь очевидной уловкой. Если так подумать, с тем же успехом невыразимцы в министерстве вполне могут сляпать свой портал, а затем точно так же объявить себя инопланетянами. И шиш, когда маглы докопаются до правды. Конечно, в этом никогда не возникало необходимости, но сама мысль так поступить была довольно забавной. Получится превосходный способ познакомить магловский мир с волшебниками и ведьмами, избежав при этом массовых волнений. Всего-то и нужно заявить, что они пришельцы из другого мира. Но зачем это им? С какой вообще целью квестрийцы захотели взаимодействовать с маглами? Зачем им нужны телефоны? По удобству использования, каминное соединение значительно их превосходит. Кроме того, у камина было и другое преимущество. Переговорив с кем-то, можно сразу же явиться к собеседнику лично. Да в конце концов, можно ведь использовать и аппарацию. Быстрый взмах палочек и хлопок перемещения, и вот вы уже стучитесь в дверь нужного вам человека. Никакой лишней суеты. А эти телевизоры? Дамблдор просто не видел смысла в этих крошечных черно-белых экранчиках, показывающих пьесы. Да нельзя упрощенные короткие спектакли магловских фильмов, виденные им в молодости, не шли ни в какое сравнение с реальными театральными постановками. Особенно, если их исполняют маги, своей бесподобной магии оживляя историю. Нет, пьесы на сцене явно превосходят кинофильмы. В живом спектакле публика вовлекалась в действие намного сильнее. Нет сомнений в том, что реклама фильмов, которые он видел на страницах магловских газет, явно преувеличила их достоинства. Хотя Альбус и думал, что посмотреть пьесы и почитать книги магловского мира будет интересно, но всегда считал, что их волшебные аналоги намного лучше. К примеру, тот же Шекспир. Он не знал ни одного магловского писателя, который мог бы сравниться с Великим Бардом. Как бы то ни было, сейчас ему нужно как можно скорее встретиться с министром. А после с секретарем МКМ. Дамблдор хотел убедиться, что представители других стран сначала услышат его версию происходящего, прежде чем увидеть все своими глазами и сделают собственные поспешные выводы. Но первым делом следует поговорить с мисс Бонбон и мисс Харстрингс. И попытаться выяснить, что они вообще знают обо всем этом. А затем, возможно, стоит провести беседу с Гарри и его подругами-квистрийками. Директор посмотрел на карту и произнес нужные имена. Старшие квистрийки все еще находились в своих комнатах. Ну что ж, он пошлет к ним домового эльфа. — Спасибо, что откликнулись столь быстро, — сказал директор, когда приглашенные девушки вошли в его кабинет. — Не стоит благодарностей, — сказала мисс Бонбон. — У нас нет срочных встреч, — добавила мисс Харстрингс, кхикнув. — Полагаю, что так, — ответил Альбус, весело блеснув очками. С эквистрийцами оказалось приятно общаться. Они постоянно открыты и невинны. Ни малейших признаков того, что в их головах могут зреть тайные планы. Совсем как дети. Частенько восхищаются обычными вещами и, не задумываясь, высказывают свое мнение. Альбус даже завидовал их наивности и непосредственности, и, словно подтверждая его мысли, гости улыбнулись, садясь на предложенные им места. Ну что ж, для начала он заставит их расслабиться разговором ни о чем, а уж потом обрушит на их милые головки и град вопросов, связанных с открытием посольства и прочими неприятными вещами. — Профессор МакГонагал и профессор Флитвик весьма впечатлены вашими достижениями в их предметах. — начал Альбус, откидываясь на спинку стула. — Вам удалось освоить учебники по чарам и трансфигурации первого и второго курсов всего за месяц. Если будете продолжать в том же темпе, то ближе к Рождеству полностью пройдете их курсы. Очень хорошо, дамы. Действительно, очень хорошо. Гости явственно покраснели от его похвалы. После этого единственное, что вам останется сделать, это сдать сов по истории, зельям, астрономии, гербологии, защите от темных искусств. Это основные предметы, и они не должны вызвать у вас никаких проблем, если посмотреть на то, насколько быстро вы справляетесь. Девушки довольно улыбнулись. А, кстати, как у вас дела с остальными предметами? Улыбки Эквистриек тут же увяли, и они обменялись напряженными взглядами. И зелье варенья оказалось намного сложнее, чем мы ожидали. Наконец призналась мисс Харстрингс, слегка поюрзав на стуле. Мы поприсутствовали на нескольких уроках профессора Снейпа и попросили дать несколько советов. В результате я внуждена сказать, что его подход к образованию нас не впечатлил. — О, профессор Снейп, мастер зелеваренья, я полностью доверяю ему. Заверил ее директор, слегка морща лоб и поглаживая бороду. Разговор, похоже, свернул куда-то не туда. Он-то думал, что все те изменения, которые он и главы домов внедрили в жизнь Хогвартса, работают достаточно хорошо. Гости вновь переглянулись. Затем мисс Харстрингс серьезно посмотрела на старого мага. Нет-нет, это не имеет ничего общего с его навыками зелеварения. Мы говорим о его методах работы с учениками и обращении с потенциально опасными материалами. Он слишком бессоремонно ко всему этому относится. И нас, признаться, это сильно беспокоит. Мы наблюдали за его занятиями и заметили, что во время их проведения он почти не уделял внимания обучению основам техники безопасности. К примеру, вы знаете об инцидентах, произошедших у Свити Белли на его занятиях? Пострадала не только она сама. В произошедшее был вовлечен весь класс, но никаких попыток заранее защитить учеников от возможной опасности сделано не было. Ни перегородок, ни магических барьеров, никаких защитных заклинаний. Все, что предпринимает профессор Снейп, это уже реакция на свершившиеся события. А его подход к обучению и вовсе никуда не годится. Он просто вешает рецепт на доску, после чего приказывает приступать к работе, совершенно не объясняя сути зелья и не давая возможности задать вопросы об особенностях его приготовления. Да и его обучение. Все равно, что это попытка научиться готовить по поваренной книге. С таким же успехом ученики могли бы заниматься дома, а не в классе. Мисс Бонбон кивнула соглашаясь. Ну-ну, не стоит так драматизировать. На самом деле все не так страшно. Северус научил их чарам головного пузыря. Кроме того, они уже знают заклинание щита. Что еще, по-вашему, он должен был сделать в подобной ситуации? Да хотя бы объяснить детям, к примеру. Чем отличается нарезка ингредиентов пластинками, соломкой, кубиками или доведением их до состояния пюре? Немедленно ответила мисс Бонбон. И почему это настолько важно? Добавила мисс Харстрингс. Более того, вы что, серьезно считаете, что первоклашки действительно смогут освоить заклинание, которое проходит лишь на шестом курсе с первого раза? И наложить его так, чтобы оно действовало весь урок? Я уж молчу о том, что щитам учат лишь на втором году обучение. Мисс Бонбон покачала головой. Просто безответственно было ожидать, что первокурсники, повторяю, первокурсники, сумеют овладеть этими защитными заклинаниями за несколько минут перед занятием. Более того, хоть он и обучил гриффиндорцев и слезеринцев чаром головного пузыря, но совершенно проигнорировал в этом вопросе учеников с Хаффлпафа и Рвенкло. Как вы можете считать это поведение адекватным? Неужели защиты заслушивают только гриффиндорцы и слезеринцы? — И что именно он сделал, чтобы защитить своих учеников? — спросила мисс Харстрингс. — И раз уж у нас зашел разговор о нем, нам следует поднять еще одну не менее важную проблему — его отношение к другим факультетам. Снова взяла слово мисс Бонбон. Оно хоть и варьируется в зависимости от конкретного класса, но неизменным всегда остается одно. Ваш учитель Зельевар поддерживает исключительно своих слезеринцев, и унижает студентов всех прочих факультетов. Кажется, ему просто нравится стравливать студентов меж собой. Он предвзято относится к ученикам своего факультета, давая им свободу действий, в которой отказывает другим ученикам. Представьте себе, однажды он снял баллы с ученика за слишком громкое дыхание. Нормальные учителя так себя не ведут, — твердо заявила мисс Бонбон. И если вы всего этого не знаете, то значит уже не справляете со своей работой директора, раз не можете обеспечить должного надзора за подчиненными вам профессорами, — добавила мисс Харстрингс. Альбус оказался в растерянности. Для него было непривычным, что кто-то заявляется в его кабинет и начинает столь откровенно критиковать Хогвартс. Наивности, примотая квестрии, которые без всяких там дипломатических уверток и кивоков и прикрас высказали претензии ему прямо в лицо, мягко говоря, было непривычно и сбивало с толку. Однако Дамблдор осознавал, что столь пылкая тирада не была направлена лично против него. По крайней мере, он не сумел обнаружить в словах иностранок каких-либо скрытых намерений. Они просто сообщали ему то, что, по их мнению, было неправильно. В точности так же, как это сделала бы сама принцесса Твайлэд. Если бы все преподаватели действовали так же, как он, мы немедленно забрали бы Скуттеллу Эпплблумс, ведь и были Гарри из Хогвартса, как из не отвечающего никаким стандартам учебного заведения. Продолжила мисс Бонбон. «Однако прочие ваши профессора просто превосходны и отлично справляются со своей работой», добавила мисс Харстрингс. «У нас нет к ним никаких претензий». «Правда, и здесь не все так гладко, как хотелось бы», сказала мисс Бонбон. «Мы заметили, что вы явно испытываете дефицит в кадрах. Например, профессор Минерва не только преподает трансфигурацию, но также является деканом Гриффиндора и заместителем директора. Каждая из этих трех должностей требует полноценного рабочего дня, но вы, похоже, ожидаете, что она успешно сможет совместить все три разом. В такой-то большой школе!» «Да и другие деканы факультетов также вынуждены тянуть лямку преподавателя в полную силу», добавила Бонбон, покачав головой. «Да-то у вас самих три полноценных должности. Верховный чароди Визингамото, президент Международной конфедерации магов и директор Хогвартса», продолжила мисс Харстринс. «И это означает, что ваш заместитель МакГонагал при таком раскладе вынужден заниматься тем, на что у вас времени не хватает, что еще больше сокращает ее возможность эффективно работать с учениками. То, что она преподает трансфигурацию, означает, что она не может должным образом оказать помощь ни одному ученику Гриффиндора, если тот будет в ней нуждаться, поскольку профессор большую часть времени находится на занятиях и недоступна в качестве главы факультета», продолжила Лира. «Если же на Гриффиндоре приключится то, что потребует ее немедленного вмешательства, ей придется прервать занятия, что еще сильнее скажется на качестве обучения. В том же случае, если она решит, что проблема может подождать и продолжить занятие, то решение возникшей проблемы придется отложить на потом. Что может привести, если уже не приводит, к эффекту снежного кома, когда проблемы станут накапливаться до бесконечности. Да, конечно, старосты реально помогают управлять факультетом, но в конце концов они же не взрослые, и они также испытывают стресс, так как вынуждены совмещать учебу со своими обязанностями старост. Кроме того, они по умолчанию предвзято относятся к своим друзьям и тем, кто им не нравится. К концу этой речи обе эквистрики подались вперед, непроизвольно демонстрируя, насколько важна для них эта тема. Альбус жена против откинулся на спинку кресла, чтобы обдумать ситуацию. Несмотря на то, что обе женщины рьяно критиковали его школу, поднятые ими проблемы не были надуманными или высосанными из пальца. Следовательно, просто заявить им, что в Хогвартсе так принято, будет недостаточно. Хотя распределение некоторых преподавательских обязанностей между студентами седьмого курса в какой-то степени помогло главам домов с их катастрофической нехваткой времени, этого явно было слишком мало. Что ни говори, а ситуация в целом выглядела довольно плохо, и Дамблдор был вынужден это признать. Надо будет обязательно поговорить со всеми профессорами, чтобы узнать их мнение по данному вопросу. А ведь нельзя забывать и про изучение вещей, найденных в ручей комнате, которая также отнимала время от и без того перегруженного расписания профессоров. Пусть им в этой работе помогали семикурсники. С другой стороны, школа стала получать дополнительный доход от продажи отремонтированных ценностей, что они откапывали в этих залежах. Благодаря этому уже появилась возможность начать постепенно обновлять тот же парк школьных метел, да и другие обновления уже были запланированы. К сожалению, новых профессоров можно будет добавить только за счет увеличения финансирования министерства. И аргументированно убедить в этом Корнелиуса будет весьма непростым делом. Может быть, это удастся, если он предъявит попечительскому совету доказательство того, что главы домов слишком перегружены обязанностями. Возможно, они помогут Альбусу протащить этот вопрос через Визингомод, и ему не придется слишком уж сильно давить на министра. Я посмотрю, что мы можем сделать, чтобы исправить проблемы, о которых вы упомянули. У меня уже назначена на сегодня встреча с профессором Снейпом, и после уроков мы обсудим с ним некоторые ваши замечания. С другими преподавателями мы также обсудим те проблемы, о которых вы говорили, и я выясню их мнение о том, сможем ли мы как-то исправить эту ситуацию. Альбус не желал допустить, чтобы атланты разочаровались в Хогвартсе. Если они вдруг переведут своих подопечных в шарм-батон, это станет публичным ударом по престижу Хогвартса и Англии в целом. А главное — ударом по имиджу самого директора школы. И помни реакции публики на любые новости о Хогвартсе, он решил вернуться к главной теме сегодняшней встречи — открытию Эквистрийского посольства. Альбус вздохнул и слегка улыбнулся, поглаживая бороду. — Интересно, а вот с этим вы мне можете помочь? — сказал он, взмахивая палочкой. И лежащая на столе перед ним газета поднялась в воздух так, чтобы гости могли легко увидеть первую страницу и интересующую его статью. Директор дал им несколько секунд, чтобы те могли прочитать заголовок, а затем пролевитировал газету им в руки. Женщинам для ознакомления с содержанием статьи много времени не потребовалось. И, судя по их широким улыбкам, Альбус небезосновательно предположил, что новость не стала для них чем-то чересчур неожиданным. Наконец, мисс Бонбон отложила газету в сторону и посмотрела на него, вопросительно склонив голову. — Вы хотите, чтобы мы дали объяснение по этому поводу? Это серьезное нарушение Международного статута о секретности. — тихо сказал старый волшебник. Зачем принцессы так поступили? Сначала обе женщины удивленно переглянулись, затем мисс Бонбон посмотрела на директора и решительно покачала головой. — Нет, это не нарушение статута, — твердо сказала она. — Все, что упомянуто в статье, связано с технологией, а не с магией. Наличие портала не раскрывает тайны существования магии. — Даже их ученый, — Бонбон раскрыла газету и указал на дополнительную статью, упомянутую в основном тексте. — Думает, что это чудо, но чудо техническое. — Мы пришли с другой планеты, они коренные обитатели Земли, и они это ясно видят. — И вы, конечно, это тоже видите, так ведь? И женщина замолчала, вперевшись внимательным взглядом в глаза директора. — Альбус вздохнул, да. Статья и на него произвела подобное впечатление, но он-то знал правду. Как и любой волшебник или ведьма, которые встречали эквистрийцев и видели эту статью. Принцессы, опасаясь возникновения негативного отношения к вам, со стороны маглов приказали скрывать любую информацию о существовании магии от тех, кто магии лишен. Пояснила мисс Бонбон. Основываясь на том, как немагические существа в прошлом агрессивно реагировали на любое проявление сверхъестественных явлений, а в некоторых местах реагируют до сих пор, они опасаются, что все мы можем пострадать, если правда всплывет наружу. Поэтому все, что мы демонстрируем обычным людям, будет объясняться применением продвинутых технологий. Только тот, кто сам владеет магией, встречался с принцем или принцессой и слышал о портале, поймет, что на самом деле здесь задействована магия. А вот люди магии, не владеющие, как эти магии, что лишены подобной подсказки, не поймут, что мы используем магию. Они просто увидят портал и согласятся с тем, что мы пришельцы с другого мира. Они увидят то, что хотят видеть, и не более того. Мы считаем, что открыто продемонстрировав наш внешний вид в форме пони, то, как мы выглядим в эквестрии, и подчеркнув нашу инопланетную сущность, мы никому не дадим повода сделать вывод, что на самом деле волшебники-видьмы давно живут на Земле. Закончила мисс Бонбон. Дамблдор оглаживал бороду, размышляя, что же делать дальше. Очевидно, эти двое узнали об основании посольства уже довольно давно. Они явно заранее подготовились к подобному разговору. Альбуса несколько покоробило, что нечто столь важное провернули за его спиной, никоим образом его не предупредив. — Хм, возможно, эквестриицы не такие уж и наивные, как он все это время думал. — А Гарри и три молодые ведьмы знают о посольстве. — Наконец спросил он. — Да? — пожаловал плечами мисс Бонбон. — Они с самого начала знали, что мы работаем над открытием посольства. Собственно, именно Гарри Поттер посоветовал нам найти адвоката и очень помог подготовиться к встрече с немагами. — И почему никто из вас не сказал мне об этом? — уставился на нее директор. — А с какой стати нам это было делать? Бонбон вопросительно подняла брови. — Разве американцы, французы или индийцы регулярно докладывают вам, что они планируют сделать с немагами? — Но вы-то находитесь в Англии, а не в Америке, Франции или Индии. — Ну, в таком случае вам стоит спросить у самой принцессы твое лоттое в мотивах. — Нас никто не спрашивал, когда принцессы решали, что и как делать. Женщина изящно нахмурилась. — Нам требовалось защитить портал от обнаружения и возможного захвата. Открытие посольства давало такую возможность, ведь территория вокруг него является собственностью эквестрии. Потому никто не может проникнуть туда без нашего ведома. Вот поэтому мы выкупили землю вокруг портала и обратились с соответствующей просьбой к британскому правительству. — Вы бы просто могли спрятать портал с помощью моглоотталкивающих чара, затем добавить охранные чары, чтобы они предупреждали вас, если кто-нибудь попытается приблизиться к нему. — Возразил Дамблдор. — Насколько я понимаю, принцессы уже успели обратиться к немагам и начали процедуру основания посольства еще до того, как мы узнали о существовании подобных заклинаний, ну или, по крайней мере, о том, чтобы их использовать. А потом было уже слишком поздно менять линию поведения. Альбус разочарованно вздохнул, понимая, что в случившемся виноват прежде всего он сам. Вернувшись в первый раз из Литл Уингенга, Минерва рассказала ему, что предупредила гостей о статуте секретности. Во результате он ошибочно предположил, что они будут действовать тайно, как и все остальные члены Международной конфедерации магов. Ему даже в голову не могло прийти, что они уже успели связаться с маглами. И он просто не мог винить атлантов за то, что они действовали так, как привыкли действовать в своей Атлантиде. Следовало сразу обсудить с принцессой Твайлой то, какие дела эквистрийцы планируют вести с маглами. А теперь ему предстояли довольно трудные переговоры как с министром Фаджем, так и с представителями конфедерации. Но первым делом следует уведомить МКМ о том, что в магловской Англии происходит нечто очень важное. Нужно обязательно подстелить соломки под новостью о том, что атланты, по всей видимости, вступили в прямой контакт с маглами, пусть и сохранив при этом первоначальную цель Международного статута секретности – не раскрывать самого факта существования магии. «Закрой глаза и сиди тихо», – сказала Брайтстар земному пони Гринхуфу. «Держи копыто над столом, пока я буду тихоньку его крутить. Дай знать, если тебя что-то потянет. Не двигайся, пока я не скажу, что полностью провернула стол. После этого можешь опустить копыто, когда тебе покажется, что именно это больше всего притягивает тебя». Гринхуф напряженно кивнул. Он обхаживал одно из деревьев снаружи здания, когда эти два сумасшедших единорога подошли к нему и спросили, не поможет ли он им с одним тестом. Но на самом деле они особо-то и не спрашивали, а попросту приказали. Правда, заверили, что ничего опасного в этом нет, и проверка займет всего несколько минут. В общем, совершенно не помешает ему насладиться ночью кошмаров, что состоится этим вечером. Перед подопытом... Перед испытуемым на круглом металлическом столе на небольшом расстоянии друг от друга лежало два десятка деревянных дощечек, каждая шириной с его копыта. — Просто расслабься и свободно держи копыта над ними. Что ж... Гринхуф снова кивнул и закрыл глаза. Топ Марк с любопытством наблюдал за происходящим со стороны, надеясь, что это сработает. Изготовитель палочек Аливандр наконец одобрил их, сделанные в копытную концентраторой, что лежали сейчас в ящике в углу комнаты. Но сейчас они впервые пытались создать собственную палочку, предназначенную для конкретного пони от начала и до конца. Это произошло уже на третьем обороте. Гринхуф уронил копыта на одну из деревяшек. Как заметил Топ Марк, то был палисандр. Пока профессор делал пометки и вытаскивал коробку с палисандровыми заготовками для палочек, испытуемые его ассистентка подошли к следующему столу. — Тут то же самое, — сказала Брайтстар. — Просто сядь и расслабься. Держи копыта над столом, пока я его кручу. На этом столе имелось двадцать выемок, в каждой из которых лежал какой-то мусор, в одной — в волоски, в другой — перья, в третьей — чьи-то чешуйки, в четвертой — нечто похожее на растолченный в песок драгоценный камень и так далее. В одной даже красовался волосок, безжалостно выдранный из хвоста самого Топ Марка. Копыта земного пуня опустилась на выемку с перьями. С третьим столом Брайтстар уже потребовалась помощь Топ Марка, чтобы заполнить его перьями разной длины и палисандровыми палочками. Методом пропоошибок они все же обнаружили определенную зависимость между длиной палочки и размерами ее сердцевины. Пользуясь этой формулой, несложно было собрать несколько наборов из корпуса и сердцевины, подходящих друг к другу, но их взаимная раскладка потребовала несколько минут. И снова, уже в третий раз, Грин Хуф сидел за столом, а Брайтстар медленно крутила столешницу копытом. Он был удивлен, заметив, насколько сильно разнились ощущения от этого стола и двух предыдущих. Первые два раза он выбирал, поддавшись слабому, почти незаметному чувству. Но тяга к содержимому каждой из выемок на третьем столе оказалась намного сильнее и легко различима, о чем он и сказал паре исследователей. На этот раз потребовалось аж четыре оборота, прежде чем Грин Хуф смог с уверенностью сказать, что именно эта пара из деревянной палочки и пера под его копытом чувствуется сильнее, чем все остальные. Затем Брайтстар быстро ухватила оба предмета из выемки и пошла к четвертому, гораздо меньшему, чем первые три, в придачу к квадратному столу. Грин Хуф уже оставался сидеть на месте. Если эти два единорога захотят, чтобы он что-то узнал, то они ему скажут. Уже вскоре кобыла рысила обратно, однако перышко в ее магической хватке больше не было видно, зато у нее на спине лежала длинная тонкая коробка, обитая тканью. Брайтстар поставила коробку на круглый стол, и Грин Хуф увидел, что в ней лежала та самая палисандровая палочка, которую он выбрал. — Возьми палочку, — приказала ассистентка. Пожав плечами, Грин Хуф сделал, как ему велели, просто наклонил коробку так, чтобы палочка выкатилась, а затем взял ее в рот за более толстый конец и внезапно на мгновение замер, в недоумении уставившись на деревяшку. Позже он будет рассказывать, что почувствовал тепло, исходящее от палочки, как будто его обнял кто-то близкий. — Взмахни ее! — нетерпеливо потребовала Брайтстар. Земнопони сделал, как ему велели, и тут же от удивления выронил палочку, когда по всему столу заплясали искры, вырвавшиеся из ее кончика. Брайтстар и Топ Марк буквально затанцевали на месте. — Поднимай, поднимай! — затраторила Брайтстар и затаила дыхание. Грин Хуф с опаской, пополам с любопытством, посмотрел сначала на палочку, лежавшую на полу, затем на единорожку, а затем, осторожно, как будто ожидая, что та сейчас взорвется, поднял это деревянное нечто. Ничего не произошло. Земной пони снова поднял палочку вверх и сильно взмахнул. По комнате снова полетели искры. Два единорога вновь заграцевали на месте от радости, а затем внезапно бросились в Грин Хуфу и заключили того в объятия. — Сработало! 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 — выкрикивали они на два голоса прямо ему в уши, счастливо кружась на месте, не размыкая объятий. Наконец, сначала Брайтстар, затем Топ Марк отпустили окончательно сбитого с толку беднягу и отошли в сторону. — Подними палочку и скажи «Люмос!» — сказала кобыла с горящим от нетерпения взором. Грин Хуф чуть снова не уронил палочку, когда ее конец на мгновение озарился короткой вспышкой света. — Поздравляю, Грин Хуф! Ты первый земной пони в эквестрии, сотворивший магию с помощью палочки! — сказала Брайтстар с такой широкой лыбой, что у нее, наверное, лицо с неделю будет болеть после такого испытания. Первой упала снова уроненная жеребцом палочка. Следом сделала попытку упасть его отвисшая челюсть. А потом, потом упал уже он сам в обморок. Впрочем, участнику эксперимента это не слишком помогло. Экспериментаторы довольно быстро привели Грин Хуф в себя, хоть и сами пребывали в не очень-то адекватном состоянии, ошеломленные своим открытием. Приведя испытуемого в чувство, Брайтстар и Топ Марк проверили, будет ли влиять на работу палочки, приклеивающая заклинание, которым они закрепили ее на копыте земнопония. Выяснилось, не влияет. После чего захотели посмотреть, имелась ли разница, в каком именно копыте удерживать палочку. Разница не обнаружилась. Подопытный мог заставить работать люмос, даже удерживая палочку задней ногой. Затем не просто начали пробовать колдовать самые разные заклинания без разбора. Исследователи взяли книгу заклинаний для первого года обучения магов и вместе с Грин Хуфом принялись переворачивать страницы, читая одно заклятие с другим. Земнопони смог повторить все простые заклинания, правда, попытки колдовать, следуя указаниям из книги, держа палочку во рту, вызывали у него головокружение. Впрочем, когда он держал палочку в копыте, таких проблем не возникало. В ходе экспериментов обнаружился любопытный эффект. Когда подопытный применял заклинания, так или иначе связанные с его природными талантами земного пони, они выходили намного сильнее ожидаемого. Все присутствующие сочли результаты сегодняшнего эксперимента большим достижением. Кроме того, ученых оборудовал тот факт, что на подбор палочки ушло гораздо меньше времени, чем у оливандра. Победу они начали праздновать прямо в таверне Панивиля, куда пришли поужинать нездолго до того, как началось празднование ночи кошмаров. К тому времени, когда триумфаторы наконец вернулись по своим домам, поздно ночью и изряда на веселе, уже весь Панивиль знал об их успехе. Ведь теперь Грин-Хуф, а вместе с ним и остальные земные пони и пегасы, могли овладеть магией наравне с единорогами, доказательством, чему послужили многочисленные демонстрации и эксперименты в таверне. Особенно впечатлил тяжелый дубовый стул, намертво приклеенный магией к потолку. Все согласились и снова за это выпили, что это было самое знаменательное и насыщенное событие Миноч Кошмаров за все время ее празднования. Та, что обязательно войдет в учебники и исторические хроники. Впрочем, окончание торжества Грин-Хуф и два единорога запомнили не слишком хорошо, ибо несколько переборщили с крепким сидром. К полудню следующего дня новость достигла Контерлота. В тот же вечер поневильного днила орава репортеров, после чего новость о портале и связанных с ним открытиях разнеслась по всей Эквестрии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова